Всем привет! Это второй урок по User Input. В первом уроке мы смотрели, как считывать данные про нажатие мышки. Мы пользовались неким объектом Mouse, который мы получали с помощью функции PlayerGetMouse. Я вам сказал несколько раз, что этот объект устарел. И что нужно пользоваться в Роблоксе службами или Context Action Service или User Input Service. Сейчас я поговорю про User Input Service. Эта штука умеет считывать и мышку, и координаты мышки, и клавиши нажаты, и клавиатуру, какие кнопки нажали, и геймпады, джойстики, и тачскрин, и на вашем ноутбуке, если есть тачскрин, и на планшетах, и на смартфонах. Так что, как бы, с помощью одной службы мы все охватываем. Это означает, что нам не нужно писать код дважды для мышки, для тачскрина. Мы можем все написать в одном месте в скрипте, и это будет занимать и меньше строк, и легче будет искать ошибки, отлаживать. Так, ну, углубляться в описание я вам тут все расскажу про свойства, про функции некоторые, и про события. Про все события расскажу обязательно. Давайте запустим и посмотрим, что у нас здесь происходит. Эта кнопка не случайна на экране. Тема урока не Context Action Service, у меня есть специальный урок про этот Context Action Service, но тоже эта надпись не зря. Так, нужно включить окошко Output, и посмотреть, сколько здесь у нас текста всякого идет. Допустим, я кликаю мышкой, клик, и у нас появилось много информации. Левую кнопку мыши нажали на таких-то координатах, отпустили на таких-то координатах, и какие-то надписи непонятно, что игра не обработала этот запрос. Игра не обработала этот запрос. И почему это все повторяется. Сейчас давайте посмотрим на наш скрипт, и я вам расскажу. Проще, наверное, после первого урока, даже без чтения документации, до нас все должно дойти. Так, не бойтесь, что он тут на две странички, тут повторяется текст три раза. Так, вначале получаем стандартным способом сервис, службу в нашем Роблоксе, в одноименную переменную заносим, и потом уже из этой переменной к событиям, которые происходят иногда в этой службе. А события происходят в моменты нажатия кнопки, в моменты движения клавиш, в моменты нажатия на тачскрин и так далее. Мы должны к некоторым событиям, например, к событиям, вот это событие, которое input ended, это значит плеер, плеер игрок, игрок закончил ввод. Это означает, что он в этот момент отпустил клавишу. Я подробно это рассказывал в контексте Action Service. Неважно, повторю здесь как могу. Отвеча есть небольшие. Так, если у нас есть input ended, что кнопку отпустили, нам же нужно чаще, наверное, знать, когда мы на кнопку нажали. Вот у нас, пожалуйста, есть вот такое событие. Input began, это значит, ввод начался. Это означает, в этот момент именно нажали на кнопку, и вы еще ее держите, допустим. Когда вы ее отпустите, сработает вот это событие. Итак, двумя событиями мы можем все обработать. Можете, кстати, на событие кнопка отпущена, можете ничего не делать. Можете все программировать только вот на это событие. Что input began, это означает, что нажали на кнопку, нажали на экран, и что-то еще сделали. Как хотите. Но я вам покажу, давайте опять запускаю игру. Как бонус, ну чтобы не только текст смотреть из стандартного примера какого-то посклеила. Давайте посмотрим, как можно сделать, например, показ менюшки, или какой-нибудь, например, мини-карты по запросу. Так. Ну, вот у меня две кнопки, N и M. Нажимая кнопку N, появилось меню. Я могу что-то нажимать, выбирать. Но кнопки, на самом деле, ничего эти не делают, я просто вам показал меню. Еще раз нажал кнопку N, меню исчезло. Так что я с этим меню могу бегать, ходить и так далее. Так, убрали меню. Другая кнопка. Кнопка M. Я нажал, видите, меню мелькнуло и исчезло. Так что меню, видимо, только когда у нас нажата кнопка. Вот я ее зажал и не отпускаю. И могу в этот момент что-нибудь тут кликнуть. Стоит мне отпустить кнопку, все. С экрана ненужное меню исчезло. Можно добавить анимацию красивую, чтобы все это въезжало-выезжало и так далее. Но это тоже не тема этого урока. Так, а что же? Это мы рассмотрим скрипт. Он сильно проще того, вот этого стандартного скрипта, конечно. Так, что эта кнопка делает? Давайте теперь опять обратимся к output. И мы сейчас видим надписи какие-то. Ну, это я на русский язык, конечно, перевел. Игра уже сам. Так. Кликаю в любые места на экране. На экране. Или нажимаю любые кнопочки. И у меня здесь надписи. Игра не обработала этот запрос. Игра не обработала. Не-не-не-не-не. Везде нет. Стоит мне кликнуть на эту кнопку. Картина поменялась. Смотрите. Здесь уже написано. Игра уже сама обработала этот запрос. И тут тоже сама. Почему звездочки 2 и 3 звездочки без звездочек? Все очень просто. Смотрите на наш скрипт. Первый. Я на одно и то же событие, например, вот input ended, одну функцию назначил. И на это же событие дальше еще одну функцию назначил. А, например, вы наделали здесь 20 скриптов. Ну, локальных, конечно, скриптов. Это должны быть обязательно локальные скрипты в игроке. Вы наделали. И в каждом скрипте у вас есть тоже перехват. Вы получаете от User Input Service. И на это же событие. И вы понимаете, что все эти события друг за другом выполняются. Нажали на какую-нибудь кнопку. И все-все-все-все-все события у вас выполнились. Сейчас, если вы почитаете на английском языке, есть статьи про правила хорошего кода. Как правильно писать игры на Роблоксе. Есть, кстати, специальная среда для разработки. Не знаю, может я про нее когда-нибудь скажу. Что профессионалы не разрабатывают в Роблокс Студио большие игры, которые приносят миллионы. Есть специальная среда. Но я считаю, что можно сделать игры и в Роблокс Студио для Роблокса. Не заморачиваться. Ладно, это тема другого урока. Итак, правила хорошего тона диктуют вот что. Что у вас скриптов не должны быть, скрипты разбросаны везде. По куче-куче папок. У вас должно быть несколько больших скриптов. И каждый скрипт должен выполнять что-то одно. Вот, например, мы сейчас про нажатие кнопок и мышки делаем. У нас в этом скрипте все полностью должно это и обрабатываться. Итак, возвращаемся к этим надписям странным. Игра уже сама обработала или игра не обработала. Давайте вернемся к самому началу. Вот у нас сработало событие. InputEnded. Вызвалась функция. Этой функции передают два аргумента. У функции есть параметр input. По нему мы определяем, что же произошло. Вот здесь спрашиваем. Input User Type. Какой тип нажатия или клика или движения. Что же произошло, мы спрашиваем у роботса. И вот с помощью этих If, Else, If и так далее мы можем определить. Здесь клавиатура. Видите, Enam определяют User Type. Дальше. Здесь определяют, что в инпуте у нас User Type. Здесь у нас левая кнопка мыши. Здесь правая кнопка мыши. Здесь Touch. Если бы тачскрин был нажатием. Так. А здесь первая кнопка геймпада. Джойстика. Подключенного. Кстати, можно сделать игру, где в одном Roblox окошке будет играть несколько человек. Например, вы и четыре ваших друга. Вот у меня идея была сделать танчик. И ваш друг, например, еще с джойстика поворачивает башней. Кто-то еще заряжает. И вот вы вчетвером против таких же команд играете. Текст. Ну, понятно. Это просто определение типа то, чего мы нажали. Если мы нажали клавишу клавиатуры, вот мы ее и печатаем. Input Key Code. Более подробно про клавиши, как определять, какая клавиша нажата или нет, я расскажу в примере про меню. Я вот здесь про менюшки вам рассказывал. Там более простой скрипт. Вот он, кстати. И мы все это посмотрим. Так. А дальше второй. Что за второй параметр? Оказывается, сюда нам передают либо истину, либо ложь. True или False. Если сюда приходит истина, то вот я вывожу надпись. Что игра уже сама обработала этот запрос. Например, запрос был такой. Клик. Вот я кликаю на кнопку. Любые кликания на кнопки, которые в Screen UI, они перехватываются Роблоксом. Роблокс, сама игра, уже обрабатывает этот клик. Если у вас на клик где-нибудь на событие нажатия клик на эту кнопку повешена функция, она выполнится. Но это не важно. В любом случае, я сюда кликнул. Все обработалось. Но помните, что у меня на User Input, у меня еще и на левую кнопку мыши, видите условия, у меня тоже эта строчка срабатывает. Что, допустим, левую кнопку мыши отпустили или нет. А как можно определить, чтобы дважды у нас не срабатывало, и как бы выстрел, мы смотрите. Допустим, у нас на левом клике выстрел лазером туда и сюда. Но на экране при этом есть меню. Я хочу нажать на кнопку меню, и при этом не хочу выстрелить лазером. Вот я кликнул, меню же важнее. Если вы хотите лазером выстрелиться, вы, наверное, как-нибудь прицелитесь и выстрелите уже, чтобы клавиша была не на меню. Вот так, например, клик сделаете. Как это делать? Очень просто. Вот сюда, во второй параметр, приходится истина или ложь. Истина приходит, когда уже игра обработала это событие. Когда, допустим, кто-то кликнул на кнопку. И поэтому мы можем это условие, кто-то кликнул на кнопку, мы можем вообще вот так сделать. Что если кто-то кликнул на кнопку, мы можем сразу ретурн сделать. Это означает, что нажатие уже было обработано где-то в другом месте. Причем, вот сейчас я говорил про нажатие на кнопки, которые обрабатывает Roblox. А есть еще такая штука. Я в уроке рассказывал отдельно. Action. Context Action. Нет. У него приоритет выше, чем у вот User Input Service. Так что сначала сработает то событие, которое сделано Context Action Service. Кстати, в Context Action Service можно сделать все то же самое, что мы сейчас с вами вот здесь рассматриваем. Так что можно вообще User Input не пользоваться. Ну, в большинстве случаев. Итак, если у нас, опять возвращаемся к тому примеру, у вас в вашем скрипте 20, в вашей игре 20 скриптов. И в куче этих скриптов тоже есть, например, Context Action Service. И он отработал на нажатии мышки. И этот Context Action Service выдал особый сигнал, что все, я обработал этот клик. Больше никто не обрабатывает его. И тогда нам вот сюда, уже в нашей службе User Input Service, сюда придет истина. И мы можем проигнорировать. Мы можем не рассматривать. Типа, что за нас уже кто-то сделал в другом месте. Наш же скрипт сделал. Может быть, это как-то слишком я пытаюсь разжевать. Может, непонятно. Но скачайте исходник вот этого плейса, попробуйте и поймете. Так, ну все, с текстом, наверное, понятно. А, ну и если никаких... Если я не кликаю ни на какую кнопку, а кликаю куда-нибудь в другое место, то, конечно же, у нас сюда придет этот параметр GameProceed. False. Ложь. Что никто не обработал. Обрабатывайте на здоровье. И здесь у нас будет выдаваться строчка, что игра не обработала этот вопрос. Так, ну ладно. С этими... С текстом все это здорово, конечно, но это неинтересно. Давайте посмотрим на менюшки. Тем более здесь очень простой скрипт. Так. Скрипт очень простой. Точно так же получили User Input Service. Ссылку на службу. И теперь на нажатие клавиши присоединяем функцию. Функция очень похожа на предыдущий. Я проверяю тип события, который произошел. Это событие произошло с клавиатурой. Так как мне и надо. Теперь мне нужно определить. Нажали ли кнопку M. ОК. Инпут. Кейкод. Здесь проверяем, какую клавишу нажали. Все клавиши хранятся у нас здесь. Вот посмотрите, ЕНАМ. По ЕНАМам у меня урок есть отдельный. Пишем экшн. Кейкод. И у нас есть все клавиши, какие есть на компьютере. Можете поэкспериментировать. Всякие функциональные. На сером китпеде, который сбоку подключен и так далее. Так что можете выбрать свои кнопки для своих менюшек. Итак. Логика очень простая. Если нажали кнопку Input Began, я просто включаю меню. У меня здесь скрин Гуи. Я просто в Enable нашего скрин Гуи заношу истину. Чтобы менюшка появилась на экране. Так. Дальше обрабатываю уже следующую кнопку. Допустим, если нажали кнопку N. Первый у меня способ использует события, когда нажали кнопку. И использует события, когда кнопку отжали. Вот завершилось. Видите, точно такая же функция. Здесь я опять проверяю, что кнопка M. Если мы кнопку отпустили, то меню спрячем. Если мы кнопку нажали M, то меню покажем. А для типа... Для типа показывания меню, что один раз нажали и меню видно. Потом еще раз нажали, меню спряталось. Вообще нужно только одно событие. Ну, это стандартное. Проверяем нажатие кнопку уже N. И просто инвертирую. Значит, если здесь у нас показывалось меню, мы его не показываем. Если оно не показывалось, то мы его показываем. Так. Ну, на этом вроде бы все. Меню я вам показал. Давайте теперь к скучной части переходим. User Input Service. Так. Какие свойства есть? Когда мы получили User Input Service, в примерах-то я вам не показываю, но мы можем теперь писать. Например. Кстати, давайте проверим. А знает мой роблокс, что у меня подключена мышка. Как это узнать? Играет игрок с мышкой или у него мышки вообще нет? Так. Давайте посмотрим. Так. Маус. Ну ладно, с мышкой неинтересно. Так, ладно. Я подключаю. Вот у меня джойстик. Подключаю его. Включил в ноутбук. Давайте лучше джойстик посмотрим. Вот GamePad Enable. Вот так мы его пишем. Есть GamePad. И, честно говоря, многие играют в роблокс с геймпадов. И вы должны как-то продумывать, что у вас управление под мышку заточено так, под геймпад вот так. Вы должны в начале, при запуске, чтобы каждого игрока в его локальных скриптах настраивали наилучшим образом управления. Так. Ну что мы сейчас увидим? Мы сейчас увидим, подключен джойстик или нет. Так. Ну, честно говоря, я вам уже говорил, что у меня джойстик не определяется. Давайте еще раз запустим. Или где-то в настройках нужно его разрешить. Или это должно сработать в клиенте, а в роблокс студио не срабатывает. Ну ладно, не видит мой джойстик. Так. Сейчас я попробую все-таки все кнопки нажму. Нет, я уж точно на первую кнопку я джойстика нажал. Ладно, не сработает. Так. Давайте смотреть дальше, что у нас есть. Окей. Разрешен ли акселерометр? Ну это обычно... Есть акселерометр в вашем устройстве или нет? Ну это, конечно, у нас обычно в смартфонах есть, планшетах. Есть ли геймпад подключен к устройству? Гироскоп есть ли? Тоже это понятно в смартфонах, планшетах. Есть ли клавиатура подключена? Физическая причем клавиатура. Модальная клавиатура это... Даже не то, что клавиатура, есть какие-то вот нарисованные клавиши на экране. Модальные рисуются. Сверху изображения. Есть они или нет? Так. Поведение мышки MouseBehiver определяет, что может ли свободно игрок двигать мышку? Или она залочена? Залочена это означает, закрепили, например, посреди экрана. Я собирался в следующем уроке разобирать пример. Есть пример стандартный Роблокса. Например, снайперская винтовка или просто большой зум. Когда мы делаем большой зум, когда уже в режиме зума, мы не можем курсором шевелить. Если мы курсор двигаем влево-вправо, у нас движется уже экран. Ну, вы, наверное, в играх сталкивались с подобными вещами. Так. MouseDeltaSensitivity. Sensitivity. Здесь мы можем настраивать чувствительность мышки. Это значит, с какой скоростью мышка движется к экрану и как она реагирует. Можно уменьшить и убыстрить реакцию мышки. В Windows, в Linux, MacOS тоже есть такие настройки. Но тут, видите, прямо для игры. Разрешена мышка или нет? Ну, здесь не просто разрешена, а она говорит, подключена мышка вообще к устройству или нет. Показывает вот эта опция Mouse, Icon Enabled. включено ли отображение иконки, ну, курсора, который вот у нас бегает. Он здесь не такой, как сейчас, когда я запускаю, он видит треугольничка. Так, в Roblox. Если у вас есть клавиатура, если тач-устройство, вы знаете, что, так, ну, у меня здесь она не настроена, у меня на планшете есть. Если ее нажать, то часть экрана будет занимать клавиатура. Кстати, вы можете настроить размер этой клавиатуры, чтобы она не половину экрана занимала, а, например, в левом углу маленький такой квадратик на планшете. Очень удобно. Вы видели. И все клавиши будут числовые и буквенные. Так, эта штука нам возвращает вектор 2. Это значит, два значения, координаты, позицию, где у нас на экране находится этот прямоугольничек с клавиатурой. Второй вектор, он скажет keyboard size, он возвращает размер, ширину и высоту в пикселях этой клавиатуры. Это важно, потому что, кстати, это только read-on, потому что Roblox не умеет перемещать эту клавиатуру. Он может только сказать, какую часть экрана вы заслонили этой штукой. Например, у вас там бомба какая-нибудь взорвалась, а вы не видите. Ну, Roblox может как-то умно на это реагировать. Ну, с вашей помощью, конечно. Вы в скрипте это должны читать. Ну, здесь видно, это опция on screen keyboard visible. Включена клавиатура. Сейчас ее видно или нет на экранчике юзера. Touch enabled. Есть ли touch screen на этом устройстве? VR enabled. Это подключен ли шлем виртуальный. реальность и так. Дальше нас интересуют функции. С помощью этой функции gamepad supports мы можем номеру у нас нескольких геймпадов может быть подключено. Я не знаю, сколько их штук, но 4 точно может быть подключено. Мы можем написать, например, первый геймпад и какая-то кнопка, например, button1 и тоже через помощь enam передаем. Enam ну, смотрим, как у нас в скрипте здесь, да? Мы проверяли для джойстика work. Enam user input type так, нет, там не user input type. Через keycode и там будет button1, допустим. это мы можем посмотреть, а лучше посмотрите сами. Такую ерунду просто вот открываете статью и кликаете, заходите. Так, get connected gamepads. Можно получить список всех подключенных джойстиков геймпадов, например, это будет таблица и в таблице будут они пересислены по порядку. Так, возвращает текущее ускорение, которое мы из акселерометра получаем ваше устройство. Например, можно сделать так, что игрок играет в вашу роблокс игру и он начинает трясти свой планшет и там происходит землетрясение. Вот с помощью такой штуки вы можете узнать текущее значение. Так, get device gravity ну, тоже акселерометр, по-моему, возвращает эти величины, когда вы поднимаете, опускаете устройство в пространстве. Так, get device rotation, понятно, это поворот, насколько повернутый будет вам вернут вектор поворота. Этой штукой можно хитро сделать прицеливание, например, что не пальцем тачскрином, а с помощью поворота, наклона вы можете как в снайперской винтовке прицеливать. так, get focus textbox возвращает текущий текстбокс, это такая штука, где игрок может печатать, например, в чате или где-то какой-то текст. Ссылку на этот текстбокс возвращает на объект. get gamepad connected и номер геймпада, возвращает подключен геймпад такой-то или нет. Потому что вы знаете, во время игры у многих есть такая ошибка, что они в начале игры проверяют, какие геймпады подключены, а вдруг какой-нибудь товарищ на вас рассердился, который с вами играл, выдернул геймпад и ушел. И геймпад все, уже не подключен. И у вас скрипты могут перестать работать. Так, ну, состояние геймпада получить... Что он здесь? Он пока выдает все те кнопки и всякие штуки, которые поддерживают ваш геймпад. разным количеством кнопок, с разным количеством стиков и так далее. Так, get keys pressed возвращает список, ну, не список, табличку с клавишами. Там перечислены будут они, ну, не через запятую, а просто в таблице друг за другом. Все клавиши, которые прямо сейчас нажаты. Это в любом моменте вы можете без всяких, без вызова вот этих вот событий. Вы в обычных скриптах, которые у вас делают циклы while true, бесконечные циклы, вы там можете с помощью user input service так, двоеточие и, например, get keys pressed и получать таблицу с нажатыми клавишами. Все нажатые клавиши. Так, get last input type возвращает тип того устройства, которое, которым чаще, ну, тут написано которым в последний момент пользовался игрок. Например, он на кнопки наживал клавиатуры или на мышку нажал. Вот вам вернут, что он в последний раз нажал. Так что вы можете переменной где-то не запоминать это специально, чем он пользовался. Так, здесь можно получить нажатый, тоже список будет, нажатый кнопок на мышке. Сразу, например, левая и правая там и так далее. get mouse delta это получить как бы ну, вектор 2 это значит насколько по координатам по x и по y сдвинулась мышка с прошлого опроса. Например, вот у вас мышка здесь стояла и вы ее сдвинули, например, вправо на 40 пикселей, вверх на 20. И вам вернут вектор 40-20. Ну, что-то такое. get mouse location вам вернут координаты от левого верхнего угла мышки по x и по y. Ну, вот координаты на экране вашей мышки. Так, get navigation gamepads возвращает таблицу с геймпадами, присоединенными для гуишной навигации. А, ребята, вот этот navigation gamepad они только к виртуальной реальности имеют отношение. Давайте посмотрим. Я про это читал. А может быть, мы дальше дойдем до этих виртуальной реальности. Так, GetString forKeyCode. Вы знаете, что возвращает строку, которая представляет клавишу, которую должен нажать игрок для того, чтобы ввести определенный кей-код. Так что мы указываем здесь код клавиши. Смотрите, вот код клавиши я вот так указывал. Для кнопки M вот так указывал. И нам кей-код M. И нам вернут название этой клавиши. Ну, скорее всего, это будет просто текст M. Например, это нужно для чего? В хороших играх вы можете переназначать клавиши. С тех, которые по умолчанию у вас еще какие-то кнопки. Вы можете попробовать, что в меню игрока вы переназначите эти кнопки. И они потом сохранятся для каждого игрока отдельно. Так. GetSupported геймпадки Codes возвращает таблицу с кодами клавиш. Так. Так. Тут я, ладно, не буду даваться, боюсь запутаться. Тем более с геймпад. Геймпад коды. Столько информации можно получить. Так. GetUserCFrame возвращает CFrame, куда смотрит голова игрока. Если вы в виртуальной реальности играете, вот, куда сейчас смотрит шлем. игрока. Вот именно направление. Очень удобно тоже для прицеливания. Так. Ну, здесь функция это возвращает. Нажата ли из геймпад button down? Указывайте номер геймпада и код клавиши, который, например, button one. И вам вернут истину или ложь. Нажата эта кнопка или нет. Из key down это нажата клавиша или нет на клавиатуре тоже в любой момент. Без всяких событий можно это вызывать и смотреть. из mouse button pressed тоже самое. Возвращает истину или ложь. Нажата клавиша здесь мы можем указать mouse one это значит левая клавиша mouse two это вторая клавиша mouse three это средняя клавиша. кстати в объекте в первом уроке я рассказывал про объект mouse там невозможно было узнать про нажатие средней клавиши там можно только узнать движение колеса назад или вперед так что видите уже user input сервис уже немножко обогнал тот устаревший устаревший mouse так из navigation кеймпад означает истину если какой-то указанный стандарт указанного типа геймпад позволяет управлять навигационными гуишками но это тоже к виртуальной реальности относится так recenter user head c frame это тоже для виртуальной реальности там в начале вы знаете люди иногда надевают шлем немножко косо в начале игры можно сделать настройку что типа поверните голову налево там посмотрите на какой-то центр и все настроилось все отлично и у вас когда игрок будет метко стрелять виртуальной реальности так ну сет навигейшн тоже неважно с виртуальной реальностью мне наверное не удастся сделать никакие уроки у меня нет таких устройств покупать не собираюсь так ну и события смотрим остались все это мы подходим уже к концу вот события которые мы пользовались двумя событиями помните input began это значит нажали кнопку или события начало выполняться и события какое-то нажатие там или тач или чего-то там движение закончилось а у нас есть еще классные здесь события которые нам может наш юзер input сервис выстреливать и мы их можем перехватывать когда акселер когда акселерация изменилась ну например когда вы в игре в реальном времени отслеживаете движение вашего устройства ну тоже там для прицеливания и так далее гравити ну гравитация тоже изменилась когда тоже акселерометр выдает эту информацию например роняете ваше устройство так это можно будет проверить но это нужно будет проверять на реальных устройствах на телефоне например так поворот устройства когда изменился например из портретного ландшафта и так далее когда подключили геймпад отлично когда геймпад отключили геймпад дисконнект тоже сработает input began мы этим пользовались при нажатиях клавиш и чего угодно input changed так а это срабатывает когда ну вот это вот ребята без без чтения документации не буду я сейчас на это останавливаться ну или давайте подключенчат надеюсь здесь подробнее когда изменился способ управления да а ну все понятно здесь когда эта штука срабатывает в момент когда мы например долго держим клавишу нажатой отпустили и вот сработало или когда не нажимаем клавишу ее нажали видите мы до этого пользовались двумя разными событиями которые одно для начала а другое для конца а здесь у нас есть одно одно событие и и все пример очень похожий надо его посмотреть но очень похоже на то же самое что у нас было здесь что-то есть с позицией с фреймом не имеет отношения к этому ченчат конечно так ага понятно когда что-то изменилось здесь надписи пишутся здесь написано что мы кто-то подвинул мышкой ну так здесь колесо мышки кто-то поскролил на момент изменения здесь левый стик на геймпаде кто-то пошевелил так правый стик на геймпаде кто-то пошевелил давление было применено на левый триггер видите изменилось тут еще можно значит давление ну вы знаете что некоторые курки ну или кнопочки на геймпадах они позволяют не просто вам возвращать нажато или отжато видите здесь еще позишн возвращает насколько сильно нажата кнопка на джойстике мне это очень нравится так что такие можно вещи сделать так а здесь ну здесь то же самое только для другого курка опять для правого так дальше что здесь у нас touch user а палец пользователя двигался по экрану вот и здесь будет напечатано как он двинулся так здесь про гироскоп из гироскопа вот написано как можно получить получает девейс ротейшн координаты преобразования и пишут текущая позиция и текущие углы поворота по осям так ну и акселерометр написано что тоже значения изменились и показывают что там изменилось ну в принципе понятно понятно понятный пример а понятно вот они вызывают эту функцию print movement оно нам показывает что и мы эту функцию вот видите везде вызываем чтобы не печатать эти строчки мы здесь его везде вызываем и нам показывают и позицию и насколько сдвинулась дельта это я уже объяснял это то насколько сдвинулась или то насколько изменилась позиция или положение с прошлого измерения так ну что там у нас осталось уже немножко input began input changed полезная штука может быть я буду пользоваться только этим я думаю может быть я откажусь от input began чтобы в одном месте был код ну посмотрим так input ended посмотрели это значит когда клавишу отпустили или мышку touch закончили делать так jump request происходит запускается тогда когда клиент просит ваш персонаж прыгнуть нажимает на кнопку прыжка нормально причем тут даже не уточняется чем есть же автоджамп вы знаете что в настройках можно автоджамп например сделать и вот даже когда автоджамп вы подбегаете там какой-нибудь пропасти или куда вот то тоже может произойти такое событие прыжок так last input type changed ну понятно это срабатывает когда клиент начинает пользоваться другим вводом ну как я уже говорил что вот он с клавиатуры играл и вдруг начинает играть с джойстика с геймпада так а потом когда он перейдет на клавиатуру опять или на мышку то опять эта штука сработает по interaction здесь нет описания нужно наверное смотреть не хочу заходить но textboy boss focus released про textbox я говорил что когда например на экране есть какое-нибудь поле для ввода и мы на него допустим кликнули то нам могут то же событие возвращает ссылку на него когда focus released мы переходим на другой текст но у нас несколько полей для ввода например ввода и ввод имени в админке или еще что-то перешли на другую когда focus когда мы перестаем вводить на другой кликнули то на старом сработает на старом окошечке ввода сработает вот это вот событие на новом сработает уже вот это textbox focus touch ended это когда закончилось закончили touch touch one press срабатывает когда пользователь держит хотя бы один палец какое-то количество времени в одном и том же в одной и той же позиции на экране кстати неплохо с помощью этого можно например если долго держишь палец на скрине то можно показать мини-карту например без всяких дополнительных кнопок без всяких рисования иконок без клавиш можно много придумать перемещений touch moved это когда двинули по touch пальцем по touch скрину так touch панк здесь тоже у меня не написано не хочу читать а нет здесь написано срабатывает когда пользователь дракс это значит нажал и тащит нажав по экрану один палец так touch пинч это щипки щипки это для увеличения уменьшения масштаба тоже видите сколько параметров вам передают поэкспериментируйте посмотрите нажмите на touch пинч и почитайте так здесь touch rotate но это когда двумя пальцами на экране начинают вращать тоже кстати классно можно придумать столько событий для столько использований для вашего для такого ввода информации что двумя пальцами вращаем что-то на экране например пинчами щипками приближаем увеличиваем масштаб а вращение ну не знаю вращать башни так touch started нажали начали только прикоснулись пальцем к touch скрину и вот сработает когда впервые прикоснулись touch swipe ну когда делаете swipe пальцем кстати классно не надо самим заморачиваться нам все roblox узнает когда swipe когда pinch супер раньше приходилось самому по координатам все это считать такая морока была так touch tap когда делают tap просто быстренький tap по экрану и тоже это сработает и классно так что еще touch touch tap in the world так и так тогда чем отличается я не вижу чем отличаются вот эти два но тут написано что touchtap in world здесь нам а все понятно когда мы просто делаем touchtap нам возвращают список с позициями тапов смотрите на экране например на некоторых дорогих устройствах можно 10 пальцев одновременно чтобы touch делали вот и вам возвращают таблицу с координатами каждого из пальцев например 5 пальцев коснулись и вам координаты x и y каждого из пальцев вернут а здесь touchtap in world вам вернут всего на всего одну позицию позицию в мире world я так понимаю ребят ну давайте я гляну все таки чтобы не соврать я так понимаю почему-то не 3d позиция вернуть вектор 2 здесь возвращают так screen ага все понятно это событие может быть использовано чтобы определить что игрок тапает именно по игровому полю а не по GUI не по какой-то кнопочке нарисованной на экране вот так ну ладно в принципе уговорили меня да такое можно применять так что у нас тут еще осталось user c frame change ну это понятно когда вы виртуальной реальности играете голову повернули куда-нибудь все у вас направление вашего взгляда изменилось вот вам вернут куда вы сейчас смотрите кстати мне захотелось в роблоксе поиграть в виртуальной реальности в комментариях напишите вообще какие игры можно сделать в виртуальной реальности я не про одну я знаю что вот добавили но не видел windows focus focus release это когда мы это событие срабатывает когда вы например вот у нас роблокс запущен и мы в windows где-нибудь открыли другое окно и у нас вернулся наш роблокс а в на планшетах и на смартфонах когда мы нажали кнопку home вернулись или выбрали другое приложение windows focus наоборот когда мы вернулись в роблокс когда опять вернулись в окошко нашего роблокса кстати было бы честно если бы вы в своих играх использовали windows focus например вы отошли чай попить свернули окошко чтобы вы стали неуязвимым на этот момент но я шучу конечно так ну и все ох какой длинный урок получился надеюсь я все-таки дал дополнительную информацию народу еще раз прошу обратить внимание на на вот этот параметр помните и вы в основном будете пользоваться конечно input began и input ended событиями нашей службы user input service вот на вот эту вот штуку обратите внимание что уже роблокс обработал это событие ничего не надо делать вы у себя просто такую строчку ставите вот и все будет хорошо и так конечно же подписываемся ставим колокольчик рассказываем друзьям вопросы если по теме желательно по теме этого занятия пишем в комментариях потому что в чате они потеряются ну и все пишем свои игры классным ся всем пока пока и все и все и все пока Продолжение следует...